Размеренная привычная жизнь семьи круто меняется, когда в ней появляется тяжело больной человек. В такой ситуации в эмоциональной поддержке и психологической помощи нуждается не только больной член семьи, но и его окружение. Как им помочь? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Дела семейные». Здравствуйте! Диагноз – злокачественная опухоль. Рушится всё – здоровье, работа, отношения, обеспеченность. Впереди полная неизвестность. Как с этим жить? Я думаю, что это уже всё. Я думаю, что это не приговор. Все мы ходим, как говорится, под Богом. Неизвестно, куда эта болезнь выведет. Я прошёл через это. У меня мама так болела. До последнего всё её поддерживали. У меня вот направление прямо с собой лежит. Я после операции просто решили проверить, что это такое. Вот и всё. Я в этом плане думаю, что это не приговор. Чувствую себя нормально. Я думаю, что стоит бороться. Ну, потому что надежда есть всегда. Наверное, бороться надо как-то. Жизнь окончается на этом. Надо верить и жить дальше. Сегодня у меня в гостях психологи Наталья Нечаева и Ольга Хромкова. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии больной должен знать о своём диагнозе? Знаете, всё зависит от того, когда этот диагноз, кто сообщает, и при каких условиях, и какой это диагноз. Но, по моему мнению, больной должен знать о том, какой у него диагноз. Я солидарна с моей коллегой. На мой взгляд, чем больше человек информирован о том, что с ним происходит, тем более быстрее он сможет мобилизоваться и перестроить свой привычный ритм жизни на некий другой. Что требует не только онкологическое заболевание, но и любое другое. Вот больной узнал о своём диагнозе. Каковы этапы, через которые проходят пациенты? Ну, их выделено пять этапов. Первый этап – это шоковая ситуация. Шоковая такая стадия, когда сообщают диагноз, да, или отрицание. Потом идут торги, так называемые, с кем угодно и когда угодно. Будь то там с Богом, будь с доктором. Агрессия, фаза агрессии, когда эмоциональная реакция очень велика. Когда больные задаются вопросами, за что, почему. Поиск виноватых. Виноваты и врачи, потому что не вовремя обнаружили. Я вот недавно медосмотр проходила. Виноваты, я не знаю, это Министерство обороны, потому что много ядерных испытаний в стране проводилось. Виноваты близкие, там, дети, мужья, там, матери, отцы. Другая реакция, да. Депрессивная реакция или депрессивная фаза. Когда опускаются руки, когда человек говорит, нет, всё, это бесполезно, я ничего не хочу, это конец. И, пожалуй, пятая фаза, это фаза принятия, когда наиболее адекватная реакция идёт. Когда человек говорит, да, это произошло, это произошло со мной, но не всё потеряно. И я готов продолжать лечение, да, продолжать борьбу за выздоровление. И даже если оно будет безуспешным, я готов прожить оставшиеся дни так, как мне было бы комфортно. Фазы эти, они не идут в строгом порядке, друг за другом. Может быть, вообще только одна фаза у кого-то. Может, да, это вот застревание, допустим, в шоковом отрицании стадии. Нет, это происходит не со мной. Они нужны, это понимание психологического состояния, нужно для того, чтобы адекватно вести себя людям, окружающим. Так в стадии, допустим, отрицания, это бесполезно переубеждать. Это нужно дать возможность пережить. Когда человек гневается, обвиняет всё вокруг, отвечает на эти вопросы, почему со мной, это тоже нецелесообразно. Здесь важно в плане тактики дать выход этим эмоциям. Но очень важно, конечно, прийти вот к этой завершающей стадии, к стадии принятия. Стадии, когда вот этот диагноз, злокачественная опухоль, частенько звучит как смертный приговор, да, как синоним обречённости. Вот в этой ситуации, как выйти из этого состояния, как помочь человеку? Чаще всего, это вот как раз первая наша реакция на любое вообще неадекватное событие, это вот некая шоковая реакция, да, оцепенение, некое такое вдруг отключение сознания, что я не понимаю, что со мной происходит, где и как. В этот момент, конечно, важно, чтобы рядом с пациентом, с больным были близкие, потому что, ну, не всегда это может быть, да, специалист, да, в первую очередь. Важно, чтобы были близкие, чтобы в эту минуту вот хотя бы присутствием, не обязательно что-то говорить, просто молчаливым присутствием, прикосновением, умением слушать, да, что говорит в этот момент больной, вот так его можно эмоционально поддержать. Я думаю, что зрители поняли, что сегодня мы говорим не о медикаментозной помощи таким больным, а о психологической. И все-таки вот почему мы на эту тему заговорили? Насколько важна вот эта психологическая поддержка как больного человека, так и его семьи? Важна, очень важна, потому что как семья, так и пациент нуждается в какой-то сторонней помощи. Потому что, к сожалению, в нашей стране и на данный момент времени основной социальной поддержкой для человека, который попал в кризисную ситуацию, связанную со здоровьем, это в первую очередь семья. И на семью ложится нагрузка не только эмоциональная, да, по поддержке, но еще и накладывает ряд социальных, таких как экономические вопросы, разрешение каких-то юридических моментов, связанных с заболеванием, там, с больничными листами. И семья часто не выдерживает такой нагрузки, и поскольку проходят те стадии, о которых мы вначале говорили, вместе с пациентом, так или иначе, чуть раньше, чуть позже, практически переживает те же самые эмоциональные состояния. Поэтому очень нуждается, так как часто невозможно справиться своими силами. Нужна какая-то помощь извне. Методы, которые используют психологи, вот в работе с пациентами? Ну, методов на самом деле очень много техник. Это, начиная от просто возможности выговориться в безопасной для себя территории, в безопасном пространстве, вербальные такие вот методы. Еще применяются методы, связанные с опосредованным образом, это вот арт-терапевтические методики, когда искусство используется как инструмент исцеления. Очень хорошо себя зарекомендовал, мы вот попробовали с коллегами этот символ драмы, представление образов на фоне такого расслабления. Релаксационное, освоение всяких релаксационных методик тоже очень такой дает мощную поддержку, внутренние такой резервы активирует. Близкие начинают испытывать чувство вины, беспомощность, что помочь ему ничем не могут. Такая стрессовая ситуация, в которой погружаются близкие родственники. Давайте об этом поговорим, о помощи близким, как им себя вести, как им помочь. Действительно, семья тоже очень сильно страдает от такого изменения, резкого изменения в устое, в укладе, потому что приходится перестраиваться, меняются роли, возлагаются обязанности какие-то, дополнительная работа появляется. И параллельно вместе с этим у родственников очень часто появляется чувство одиночества.